Хорошо, вот теперь давайте мы с вами поговорим о вратах холода, то есть то, на что мы можем воздействовать и то, на что нам нужно воздействовать. Вот, кстати, вот это то упражнение, которое мы сейчас будем делать, его можно делать и при диализе, его можно делать и при больших камнях, оно не будет вызывать отхождение камней, но оно будет помогать вашим почкам, потому что работать мы будем со стопами. То есть, что такое врата холода? Это термин, который я ввел сам для своей системы, он подразумевает точки или зоны нашего тела, переохлаждение которых сказывается на внутренних органах. Мы будем говорить в основном о двух зонах. Первая зона это стопа, а точнее подошвенная часть стопы, точка Юн Цюань. Вот здесь она находится, точная локализация, прям вот, ну, как бы нам особо не нужна, почему? Потому что мы будем работать упражнением. Там прям точно до миллиметра, вот это если иголку ставить туда, то там, да, это ошибся на пару миллиметров, промахнулся мимо точки, эффект уже не будет. А вот с упражнением там попроще. Ясно, да? Поэтому я люблю работать с упражнениями и сейчас практически не работаю с иглами. Вторые ворота, или врата холода, они находятся на пояснице. Ну, я обычно говорю, что есть точка Мин-Мейн, да? Ну, на самом деле, здесь серия точек, вот как эту серию точек найти? Смотрите, вот стали, вот пупок ваш нашли, вот, например, на том же самом уровне, где пупок, на пояснице, вот, плюс вверх сантиметра 3-4, вниз 3-4 сантиметра, вот там все точки, которые есть, они все будут вратами холода. То есть, переохлаждение этих точек, оно очень негативно сказывается на почках и мочевом пузыре. Ясно, да? Но, что хорошо, этот механизм работает и в другую сторону. То есть, если мы оказываем на эти точки, на эти зоны благотворное воздействие, то это также благотворно сказывается на наших внутренних органах. Соответственно, точки Юн Цюань, если мы воздействуем на нее, да, то есть, вот на эту точку каким-то образом, массаж ли это, упражнения, там, рефлексотерапия, да, иголку поставили, прижигание, может быть, или там еще что-нибудь. Вот те органы, с которыми эта точка связана, то есть, это почки, мочевой пузырь, горло, на них будет оказываться хорошее воздействие. Ясно, да? Пиал-актезия, 24 миллиметра, это можно убрать, рима, упражнением вряд ли. Так, можно ли маленькому ребенку ходить босиком по полу в качестве закаливания? Лариса, я обычно так говорю, когда мне дают, что надо закаливать иммунитет у детей, я говорю, прежде чем что-то закаливать, нужно это иметь сначала. Хороший пример, кстати, про антибиотики. Это не руководство к действию, почему? Потому что, ну, вы помните, я врач, да, я знаю, что делаю, а вы, когда будете попытаться то же самое сделать, ну, не факт, что получится так же хорошо. Поэтому это просто история, как бы, а не руководство к действию. Когда у меня родился племянник, подрос там, во дворе с ним гуляют, все, 5-10, я заметил такую картину, что племянник постоянно болеет. И племянник постоянно болеет, который постарше. Причем болеет они подолгу, по две недели, там, и так далее. Когда я посмотрел, с кем они гуляют, они гуляют с такими же. То есть, там дети зеленые сопли наматывают на кулак чуть ли не по месяцу. Вот они вместе гуляют, да. О чем говорят вечно холодные ноги? Они говорят о том, что у вас мало энергии, низкий тонус и плохое кровоснабжение ног. То есть, это, я считаю, это не норма, и это убирается в упражнении. Кстати, убирается достаточно легко. Вот меня в свое время, моя супруга, там, дразнила лягушкой. Ну, понимать, не потому что я принц, да, потому что у меня ноги холодные были. То есть, ее это жутко бесило. А сейчас я в любую погоду, холодно дома, жарко дома, я сплю. Многие вытащены из-под отдела, потому что мне жарко. Многие горячие. То же самое с руками, я всю зиму хожу практически без перчаток. Перчаток мне жарко. Ясно, да? То есть, это следствие упражнений. Потому что при правильно подобранных упражнениях у нас восстанавливается нормальное кровообращение. Так вот, возвращаясь к детям, да, и к закаливанию иммунитета. Я спросил, говорю, а слушай, а вот у невестки, а когда болеют дети, что ты назначаешь? Ну, мы антибиотики не назначаем, нам наш педиатор сказал, что иммунную систему надо закаливать. И что нельзя антибиотики, дети, и так далее. Я говорю, это та, которая, это, ну, в общем, много раз я не очень квалифицированно покажу, да. Говорит, и все, мы все мамы во дворе вот так делаем. Короче, прежде чем что-то закаливать, надо иметь, что закаливать. У вас, у ваших детей, ваши дети родились дохлыми уже. У них нет иммунитета нормального. Вы сами дохлые. Это как его. И закаливать нечего. Вы сейчас свою иммунную систему только истощаете. И мы, ну, как бы, невестка у меня женщина более чем вменяемая, она быстро сделаем и так. То есть, где-то полтора-два года, каждый раз, когда дети простывали, я назначал им антибиотики. Ну, то есть, дозировки подорвался, и так далее. То есть, вне зависимости от того, сколько там, не на третий день, а вот сразу. Через два года мы перестали это делать. Но дети уже болеют, как нормальные дети. То есть, как бы, вот, там, в пределах трех дней. То есть, антибиотики не нужны. Почему? Потому что, если... Мы, грубо говоря, вот, дали иммунной системе возможность отдохнуть с помощью антибиотиков. Защищали. Ясно, да? Поэтому, закалка, это для чего? Это для иммунитета, который есть. Если иммунитета нет, тогда нужно начинать с более простых вещей. Типа, хорошая еда и много физической активности. Ясно, да? Потом уже все остальное. Потому что у детей, современных, у них проблема в основном, это что? Это недостаток физической активности, в первую очередь. Итак, возвращаемся к вратам холода. То есть, если мы воздействуем на эти точки положительно, то мы получаем хороший результат. И если у вас проблемы с почками, с мочевым пузырем и так далее, первое, что нужно всегда держать в тепле? А? Я думаю, вы уже поняли. Пишем ваши версии. Всегда в тепле держи. Что? Если у вас проблемы с почками, с мочевым пузырем. Ну, кстати, и вся половая система женская. Ваши версии. Давайте, мы уже возле упражнений практически. Ну, хотелось бы так. Ноги, а еще что? Ноги и поясницу. Ноги и поясницу закрываем. Потом вспомните, ваш организм, он не идиот. И вот, когда вы посмотрите, где у вас жир откладывается, он заметит, что он всю вот эту зону пытается. То есть, лобок, да, ягодицы, поясница, живу. Все он пытается жиром закрыть. Почему? Потому что он понимает, что там все дело швах и надо это согреть. А энергию у него согреть, это не хватает. То есть, не только ноги. Ноги и поясницу всегда мы пытаемся согреть. И несмотря на то, что я человек вроде бы тренированный и так далее, я, тем не менее, могу летом даже одеть, там, предположим, вот этот пояс согревающий. Почему? Да потому что моя задача не эго свое прокачивать, да, вот смотрите, какой у меня сильный иммунитет, какое у меня крепкое здоровье, да, я вот такой человек, который преподает ЗОЖ, человек, который там своим примером всегда хранит. Нет. Я человек, у которого был пилонефрит. Я человек, у которого была мочекаменная болезнь. Я человек, который не хочет, чтобы мне это повторилось. Поэтому я могу, ну, летом, да, я чувствую, что прохладно, там, сквозит еще что-то. Я могу пояс садить спокойно. И ничего, и моя самооценка от этого не падает. Ясно, да? Ноги и поясницы в тепле, а голову в холоде. Ну, да, правильно. Вот теперь коротко поговорим о том, что входит в программу Айки Цигун. По, скажем так, работе при проблемах с почками, с мочеполовой системой, да, при нефраптозах, при отеках, в том числе лимфатических и сердечных, да, то есть вы можете использовать эти упражнения. Что мы делаем? Мы работаем следующим образом. То есть первое, что мы делаем, это мы перекрываем вот эти самые врата холода. Каким образом? То есть холод можно перекрыть только теплом. То есть мы создаем постоянный источник тепла в этих зонах. С помощью упражнений. Далее. Мы стимулируем кровоснабжение в этой области. Улучшая кровоснабжение, мы стимулируем местный иммунитет. И самое главное, то есть мы, вот я занимался рефлексотерапией, да, то есть акупунктурой, но мы тот же самый эффект можем получить с помощью упражнений. И вот то, что, скажем так, вот эта программа тренировок, большой энергопакет, она является по сути дела энергопунктурой. Когда мы создаем воздействие на наши биологически активные точки, своими же собственными, своей собственной энергией. Про которую я сейчас расскажу. Смотрите. Есть такое понятие, как энергия ЦИ. Я уже говорил, что это понятие, ну, во-первых, вокруг него много всяких разных спекуляций. То есть в эзотерических кругах и в таком широком обиходе, когда говорят ЦИ, представляют собой какую-то энергию, которую, отдельный вид энергии, да, которую физики никак не могут найти. Это, на самом деле, чушь собачья под термином ЦИ, вот если взять там хорошее пособие по рефлексотерапии, вы поймете, что китайцы, когда говорят о ЦИ, они могут этим обозвать, обозначить какой-то физиологический процесс, просто энергию какую-то, да, то есть там и так далее. А что им удобно, так они, то они и называют энергию ЦИ. Но никогда речь там не идет о чем-то, ну, практически никогда не идет о чем-то таком мистическом. То есть, под энергию ЦИ, конкретно в моей системе, в системе Яки ЦИГУН, подразумевается следующее. Смотрите, вот в рефлексотерапии есть такое понятие, как предусмотренные ощущения. Сейчас вот я найду, да, если найду. Вот у меня лежит набор игл, вот акупунктурная игла. Вот она. То есть, которую мы можем ввести в биологическую кинуточку, например, сюда. Я втыкать не буду, потому что могут быть слабонервные люди, которые испугаются, это нервный реагирует. На самом деле, это не так больно, как кажется. Ну, так вот, когда мы втыкаем при каких-то заболеваниях какие-то акупунктурные точки иглы, то может возникнуть такой феномен, который называется предусмотренными ощущениями. Что это такое? Вот вы воткнули иголку в биологически активную точку, и у пациента появляется ощущение давления, ломоты, тепла, тяжести и так далее, которое может двигаться по ходу меридианов так называемых. И о чем это говорит? Если этих ощущений нет, то это ни о чем не говорит. Почему? Потому что, если вы правильно поставили в точку, там, неважно, есть ощущения, нет ощущений, как бы эффект будет какой-то. Но при условии, что он вообще может быть при этом заболевание. А вот если они появились, эти ощущения, то это, в первую очередь, признак для рефлексотерапевта, он говорит о том, что, скорее всего, лечение будет успешным. Понятно, да? То есть, оно может быть успешным и без этих ощущений, но если они появились, то это может говорить, это часто говорит о том, что эффект, скорее всего, будет и будет хорошим. Так вот, этот же феномен мы воссоздаем с помощью упражнений. И вот я называю потоком ЦИ, потоком внутренней энергии, как раз-таки ощущения, которые мы создаем, но не втыкая в себя иголку, а выполняя физические упражнения, мы можем стимулировать поток этих ощущений и двигать их вот как раз по этим рефлексогенным зонам. Ясно, да? И вот именно ощущения, которые возникают в результате упражнений и двигаются потом по телу, по траектории сухожильно-мышечных меридианов, это я называю потоком энергии ЦИ. И мы сейчас с вами что сделаем? Мы с вами попробуем вот это ощущение, вот этой энергии ЦИ создать и с его помощью прогреть одни из ворот холода, а именно наши стопы. Соответственно, упражнения, которые включают в себя вот именно вот эту работу с внутренней энергией, они собраны в одну программу, которая называется большой энергопакет. Программа состоит из четырех комплексов упражнений, но вы не думаете, что это вот, значит, весь день вам нужно заниматься. Нет. На самом деле, у меня комплексы упражнений, они работают по принципу матрешки. То есть, они друг к другу вкладываются, и вы, по сути дела, выполняя одно упражнение, вы выполняете четыре. Вернее, выполняя один комплекс, вы выполняете, на самом деле, четыре комплекса. И, соответственно, скажем так, вы тратите на тренировку где-то в пределах 30-40 минут. Ясно, да? Причем это осваивается самостоятельно на портальщике, там все, не на портальщике практически. А если и на портальщике, да, ну, всякое бывает, может, люди по-разному могут, вот, вопрос же был, да, то есть, вот, слишком большое усилие, немножко растянули мышцы. То вы можете всегда спросить. А для этого что? У нас есть скайп-чат. То есть, если вы занимаетесь по моим курсам, вы просите, вот, Дарья пишите, вот, я оформил заказ. Кстати, проходите по ссылочке, смотрите. Подключите меня, пожалуйста, к скайп-чату. И в скайп-чате мы с вами общаемся, то есть, вы можете задавать вопрос по упражнениям, можете сбросить свои диагнозы, я посмотрю, скажу, что там нужно добавить, что убрать, и так далее. Это такая обычная работа. Ясно, да? Причем срока давности эта система, ну, этой системы не имеет, то есть, вы можете, там, продолжим, я общаюсь с некоторыми людьми, с которыми, там, ну, там, несколько, два года назад начали заниматься этим суммом. То есть, вот, я с ними до сих пор общаюсь иногда. Иногда они появляются, к общаюсь, задают вопрос, я им отвечаю. Ясно, да? Так вот, что делают эти четыре комплекса? То есть, первый комплекс, это Эки Цигун-3. Он, что? Он генерирует, как раз-таки, вот, это ощущение потока энергии. Кроме этого, он важен для тех, кто страдает остеопорозом. Он важен для тех, кто... Ну, потому что он уплотняет кости. Важен тем, кто страдает от плохого кровообращения в ногах. Пожалуйста, да? Вопрос про холодные ноги, про холодные руки. Он важен тем, кто страдает остеохондрозом позвоночника. И он важен тем, кто страдает артрозами. Почему? Ну, потому что он выставляет такую манеру стоять и ходить, при которой у вас нагрузка снимается суставов. Идет на мышцы. Ясно, да? Ну, такие эффекты, как жиросжигание в проблемных зонах, я про это говорить не буду, потому что это тема немножко другая. Соответственно, вот этот комплекс, он запускает поток энергии. Дальше. Второй комплекс. Эки Цигун-малоэнергетическое кольцо. То есть, энергетические практики. Он работает с областью малого таза. Вот тот поток энергии, который мы сформировали в ногах с помощью первого комплекса, мы его отправляем куда? Во вторые врата холода. То есть, поясница. Затем проводим через малый таз и вот так кольцо замыкаем. И вот все биологически активные точки, которые здесь находятся, мы их прогреваем. Прогреваем и стимулируем там кровообращение. Стимулируем местный иммунитет. Подтягиваем все. Тонизируем. Почему? Потому что, что такое гипотонус? Опущение матки, недержание мочи, слабость сфиндеров и прочее. Это что? Это мышцы у вас вот такие. Что такое, в кавычках, нормальный человек? Это когда у человека мышцы, наоборот, перенапряженные все в малом тазу, все зажато. То есть, есть даже такая шутка. Видишь человека с зажатым тазом, скорее всего, из бывшего Советского Союза. Ну, у нас особенности воспитания такие, что у нас все зажатое здесь. Это тоже неправильно, потому что это тоже будет вести к проблемам с кровоснабжением. Нормальная мышца, это мышца, которая расслабляется, сокращается, расслабляется, сокращается, расслабляется, сокращается. Ясно, да? И вот тогда у вас будет нормальное кровоснабжение. Вот так, вот эту работу мы запускаем. И вот здесь мы можем прогревать очень мощно. Ясно, да? Вот это второй комплекс. Третий комплекс. Айтицигун-1, здоровая спина за 10 минут. Это обязательный комплекс вообще. То есть, по какой бы программе вы не занимаетесь, у меня программы разные есть. Есть программы при остеохондрозе, есть при артрозах, есть при сниженном тонусе и так далее и тому подобное. Так вот, вот этот комплекс обязательно всегда, почему? Потому что он работает с позвоночником. При кривой осанке у вас никогда не будет здоровым. Тело и проблемы с почками, в том числе обусловлены и чем. Проблема в пояснично-предсовом отделе позвоночника. Вот сейчас, вот давайте, да, вот в качестве примера или переклички. Поставьте нолик в чат те, у кого болит поясница. Хотя бы раз в год, там болит. Давайте. Пока вы ставите... То есть, что этот комплекс делает? Он, во-первых, создает условия для нормального кровообращения. Почему? Потому что если у нас кривая спина, у нас будет мышечные, хронические мышечные напряжения. То есть, формируется как раз-таки зоны плохого кровоснабжения. И одна из типовых зон, это что? Это область поясницы как раз. Ясно, да? Второе. Когда мы с помощью этого комплекса устанавливаем правильную осанку, у нас снимается давление с нервов межпозвоночных. Помните, да? Я говорил, что если у нас позвоночник перекошен, давление на нерв идет, это может приводить к чему угодно. Так, или на ноль, тройка, болит часто, видите, да? То есть, связь прямая. Кстати, жир всегда будет откладываться у вас там. Вот есть проблема зоны. На пояснице валик жира, на ягодице, на глифе и так далее. Вот там, где у вас жир откладывается, скорее всего, там у вас хронический мышечный зажим. Вот потрогайте еще эту зону, этот жирок. Если жирок еще и прохладный, то это 100% у вас там зажата мышца, кровоснабжение плохое и там идет переохлаждение. Ясно, да? И вот чтобы это устранить, вот этот комплекс и нужен. Понятно, да? То есть, это вообще фундамент, на который все остальные комплексы опираются. Потому что я помню, когда мне пришло нечто на занятия и сказал, Сергей, я слышал, что вы занимаетесь, преподаете цигун. Я говорю, нет, я не преподаю цигун, я преподаю айки цигун, это авторская система. Вы знаете, а я вот тоже, я вот занимаюсь работой с энергией, я изучаю, преподаю цигун и так далее и тому подобное. Я на него смотрю, я говорю, слушай, я тебя с соплей перешибешь, ты весь кривой, как мои ноги. У тебя ни осанки, ничего нет. Какой-то цигун ты преподаешь, у тебя энергия внутренняя, если ты запустил, она тебя порвет, как тузик грел. И все, у нас на этом разговор закончил, потому что реально отшил. Потому что там неадекватный такой. То есть, при кривом, при косом теле, если и физически слабом теле, то некая работа с внутренней энергией, нормально она... Когда вы видите вот такое все кривое, косое, вы говорите, что я работаю с внутренней энергией, я экстрасенс, всегда гоните с аными тряпками, извините за выражение. То есть, только плотное, крепкое, правильно выстроенное тело, хорошо контролируемое, может работать с энергией. И вот этому я как раз-таки своих учеников учу. Почему? Потому что это же тело, это фундамент для вашего здоровья, это основа. Ко мне, у меня занимаются люди, там, наверное, от 40 лет и старше. И те, кто занимается полгода, они немножко в шоке, когда я спрашиваю, ребята, пишет мне товарищ, Сергей, вы знаете, я чувствую, что вот этот пальц плохо работает, а вот этим пальцем мне не получается надавить на пол, а вот этим получается хорошо. Я говорю, а помните, полгода назад что было? Помню, я тогда чувствовал по одному пальцу на стопе. То есть, это вот, ну, стаж полгода за мной всего. То есть, и, соответственно, когда мы там через полгода люди силовуху делают, то есть, 50 лет, 60 лет и так далее. То есть, это вот просто результат того, что если мы с телом правильно работаем, она на это отзывается очень хорошо. Ясно, да? Так вот, и, наконец, четвертый комплекс, это проведение вот этих самых ощущений, вот этого потока ЦИ уже по всему телу. Вот тут нарисована траектория, да, то есть, вот из ног идет, вот, идет в поясницу, поднимается вверх по позвоночнику, уходит в руки и по рукам возвращается, уходит в тело. Вот сюда, ясно, да? То есть, ну, эта траектория мне суть важна, почему? Потому что в этом научитесь, там ничего сложного нет. Это просто последовательность движений определенных, причем вы эту энергию очень хорошо почувствуете. Александр, у меня сколиоз, перекос уже не устраните. Александр, вы, во-первых, у меня уже занимаетесь, во-вторых, я уже говорил, что делать в этом случае, да? То есть, вы можете постоянно у меня этот вопрос спрашивать, я, может быть, ради одолжения скажу, все, сколиоз, вы никак исправить нельзя. Но это же идет от головы, Александр. То есть, настройтесь на себя на то, что вы со сколиозом разберетесь и продолжайте заниматься. Все. Почему? Потому что у меня иногда ощущение складывается, когда мне часто один и тот же вопрос задают, что это уже идет не от тела, а от головы. Почему? Потому что на определенном этапе людям просто привычнее с болезнью быть, нежели без болезнен. И тогда, ну, психика начинает играть с нами в игре. Я не говорю, что это, да, у человека плохой. Нет. Но вы должны понимать, что в нашем мозге эта штука очень коварная, она любит играть с нами в игре. Ясно, да? Можно ли ставить на ночь на горячие грелки на область печени и почек? На почке можно насчет печени, ну, как бы, а зачем? Почки, да, они на тепло реагируют очень хорошо всегда. Вот теперь, кто готов к упражнениям? Ставим восклицательные знаки в плюс. Восклицательные знаки в чат. Давайте. Посмотрим. Для упражнения нам еще не понадобилось. Первое упражнение мы сделаем сидя, второе сделаем стоя. Все. Свободное место не нужно. Как бы от компьютера даже отходить не надо. Кто готов к упражнению? И вот это упражнение вы можете использовать прямо сегодня. Вы можете использовать завтра с утра уже при первом выходе на улицу. Отлично. Это упражнение, как минимум, несколько раз спасало меня от обострений. Спасало меня от очередных переохлаждений и так далее. И вот сейчас как раз самое время для этого упражнения. Мы будем работать с точками Юн Цюань, то есть с первыми вратами холода. Переохлаждение этих точек, то есть эти точки находятся на стопе, они ведут к чему? Они ведут к спазму и переохлаждению почек, мочевого пузыря, женской репродуктивной системы, то есть матка, придатки и прочее, и горло. То есть снижение местного иммунитета тут. И соответственно, если у вас там что-то не в порядке, то это дает нам обострение, либо воспаление. Вот чтобы этого не было, нужно делать следующее. Сейчас, прямо сидя на стуле, вот как вот здесь, поставьте стопы, ну, на ширине плеч, можно чуть шире плеч, это не важно. Пока, скажем так, важно, что, пускай колени у вас будут на той же ширине, что и стопы, потому что женщины любят заваливать колени внутрь, вот так, да? Нет, у вас колени и стопы должны быть на одной ширине. Стопы поставьте на ребро, видите, да? То есть у меня, я не всей стопой на полу нахожусь, а только внешним ребром. Вот представьте, что вот эта нога у меня, да, вот, я вот внутреннее ребро поднял, у меня вот только внешняя стопа опирается на пол. Все, вот так я сижу. Дальше мы делаем вдох, и на вдохе, смотрите, пальцами ног начинаем вот так делать. Вдох, пытаемся стопу свернуть в кулачок, и выдох расслабили. Вдох, выдох. Делаем мы это на сколько? Ну, стопа у вас, понятно, в кулачок не свернется, но увидишь, что у меня стопы пытаются как-то свернуться. Самое главное, что начиная с мизинцев это делаем. Вот, вот так. Заканчивая большими пальцами. То есть вдох, пытаемся стопу свернуть в кулачок, выдох, расслабляем. Без напряжения, не надо напрягаться. Только пальчиками шевелим, по сути дела. И когда вы это делаете, попробуйте, вот смотрите, вот видите, да, стопа, вот как идет, если вы на свою стопу поставите, вы увидите вот такую линию. Вот точка юнциони, она где-то вот здесь будет находиться. Вот тут. И вот представьте, попробуйте, когда сгибаете пальцы ног, вот прямо сейчас слушайте меня и делайте. Вдох, поджимаем пальчики, выдох, расслабляем. Вдох, поджимаем. Если судорога начала стопу скручивать, потяните ее, бросьте, да, напряжение, чтобы судорога прошла. И опять начинайте делать то же самое, но усилие меньше делайте. И все. Смотрите, пытайтесь пальцы подгибать в направлении вот этой точки. Это не получится сделать, но вы должны как бы в голове немножко пытаться вот это сделать. То есть, смотрите, если бы это была стопа, то точка юнциони находилась бы здесь. И я пытался бы кулачок свернуть не вот так, а вот так. Вот все пальцы в эту точку. Вот так бы я пытался свернуть. Начинаю отсюда вот так. Вот так. То есть, пытайтесь мысленно в эту точку. Тогда у вас будет что? Воздействие идти больше на эту точку. Но если у вас это не получится, то ничего страшного не произойдет. Почему? Потому что врата холода, это да, это вот эпицентр. Но вообще вот вся вот эта зона, она является вратами холода. И даже если вы не получается вот конкретно в эту точку собрать, у вас все равно будет идти воздействие на всю эту зону. Просто более размазанная. Ясно, да? Вот, поделали. Сейчас ножками встряхните и напишите, что с вашими стопами начало происходить. Что вы там сейчас чувствуете? Пишем. Это еще не все упражнение, потому что в таком виде оно как бы слабенькое. Но это нужно для того, чтобы вы поняли, как это работает, а потом мы сейчас перейдем к более практичным вещам. Какие ощущения у вас в стопах? То есть тут как-то количество повторений не важно. То есть вы можете много делать это упражнение. Вот у меня одна ученица, она работает с бухгалтером. И вот как-то зимой она говорит, Сергей, у нас проблема с отоплением и так далее. Я говорит, спасайся только этим упражнением. Она говорит, реально хорошо греет. То есть она за компьютером сидит и прямо вот это упражнение делает. Так, пальцы сгибаются не по очереди, одновременно. Ну, Ольга, это просто следствие того, что у нормального, опять же, в кавычках, человека, у него пальцы ног, ну, вот Станислав Дробышевский, да, антрополог, я очень люблю его слушать, потому что очень много хороших идей попадается. И он говорит, что у современного человека пальцы ног это практически рудимент. На самом деле, пальцы ног, если у человека удалить пальцы ног, то у него сразу начнутся проблемы с коленями, с тазобедренными суставами, с позвоночником. Прям серьезно сразу начнутся. Это не рудимент. То есть, но в силу того, что мы ими не пользуемся практически, они у нас работают неправильно, мы их очень плохо контролируем. И то, что вы сейчас говорите, да, все пальцы вместе сгибаются, это просто следствие того, что вы никогда это не делали. Просто надо пытаться. Тепло, пошло тепло, стопы начали разогреваться, мурашки, тепло, пальцы не удается сжимать, так как вы говорите. Меня интересует не то, что у вас получается. Почему? Потому что сейчас, вот так как я, например, мало кто сделает. Ну, я и тренируюсь уже больше 10 лет с этим упражнением. Меня интересует, какой эффект, какие ощущения. Елена, не циклитесь на том, что у вас не получается. Сосредоточьтесь на том, что у вас получается, что вы чувствуете. Так, горячие пальцы, и тепло пошло вверх по ногам, а мило, хорошо, пошло тепло, разогрели стопы, тепло, тепло, иголочки, тепло, тепло в стопах, тепло в стопе, тепло. Тепло почему-то не чувствую, Наталья. Продолжайте делать тут. Если у вас плохое кровоснабжение в ногах, тепло придет попозже. Может даже прийти не на первый день, а на второй, или на третий. Вот у меня, когда я тренировки веду, люди часто пишут, Сергей, вот я делаю, я не тепло чувствую. Все говорят, я тепло чувствую, а я ничего не чувствую. Со мной что-то не так, нет, с вами все так. Подождите недельку-две. Через две недели, да, да, все чувствую. Вот видите. Тепло в стопе, тепло, тепло почему-то не так. Неприятное ощущение в суставах. Сначала показалось, что пальцы стали мерзнуть, а потом появилось тепло. Ольга, меньше усилия, вы слишком большую силу приложили. Надо подобрать усилие поменьше. То есть, в Айки Цигун мы через боль, через напряжение не работаем. Всегда подбираем такую нагрузку, которая нам комфортна. Тогда получаем максимальный результат. Там, где точка стала нагреваться, Ирина, значит, получилось пальцы сгибать вот именно в точку вот эту. Ясно, да? Вот теперь второе упражнение. Почему? Потому что, ну, сидя, да, как бы это хорошо, вы сейчас чувствуете тепло. Но если вы сейчас, например, будете сидеть на улице, и вот так же пытаться поджимать пальцы, скорее всего, так, покажите, пожалуйста, точку на стопе, чтобы быстрее заснуть. Я таких точек не знаю сейчас. И тут надо разбираться с причиной. Вот. Если вы плохо засыпаете, то лучше воздействовать не на точки на ногах, а на глаза. Ладошки вот положили, и лежим вот так, пока не почувствуем тепло. И вот это тепло у нас, оно очень мощное релаксацию дырствует. То есть, минуты три, четыре, пять, шесть. Полежите вот так и начнете уплывать. Итак, смотрите. Вот теперь нам нужно будет встать. Тут тоже ничего сложного. Просто встали. Вот. Да. Ноги на ширине плеч поставили. И все. И само упражнение, оно будет выглядеть каким образом? Так, вот как бы это кресло убрать, чтобы лучше было видно. Вот я стою, да, боком стол. Даже ноги мои вам не нужны. Сейчас вы поймете, что это делать. И вот я делаю вдох. На вдохе я чуть вперед наклоняюсь всем телом. У меня вес идет на переднюю часть стопы. И вот когда вес переходит на переднюю часть стопы, с пяток уходит. Пятки касаются пола, но они уже на пол не давят. В этот момент я также, начиная с мизинцев, пытаюсь свернуть пальцы в кулачок, но пол мешает, не дает. Поэтому вместо того, чтобы свернуться, пальцы у меня просто сильно давят в пол. Вот я вдох, начиная с мизинцев, надавил, выдох, вернулся на пятки, расслабился. Еще раз. Вдох, надавил, выдох, расслабился. Вдох, надавил, выдох, расслабился. Вот так поделайте сейчас. Ну, буквально пять-шесть раз. Если вы уже тепло чувствуете, пять-шесть раз достаточно. Потом, что сделаете? Сделайте несколько шагов, понаблюдайте за ощущениями в стопах. А потом, тазом покрутите, и понаблюдайте за ощущениями в пояснице. То есть, вот, медленно, аккуратненько, вот так. Не резко, не быстро, да, вот, медленно, аккуратно. Потянули в одну сторону, потянули в другую. Вот потом можете сесть и понаблюдать ощущения в стопах, в ногах и пояснице. И напишите, что вы чувствуете. Наталья, благодарю. Наталья, ну, просто бессонница, это сложная тема, большая тема. Тут, как бы, одной точке не обойдешься. Там целая серия мер, и все зависит еще от бессонницы. То есть, чем она вызвана. Потому что, вот, например, у меня, когда я работал в больнице с ее ненормальным режимом, то есть, у меня вот тогда, как поломался циркадный ритм, так он до сих пор и сломан, то есть, он до сих пор не восстановился. Ну, и я держу себя там. В тонусе слежу, мне постоянно приходится следить за режимом сна. Иначе он уплывает. Как бы, вот, больница оставила мне на память кучу болячек, с которым у меня до сих пор приходится бороться. И вот это результат одного из, скажем так, приемов проверенных, опробованы. То есть, хорошая штука. Итак, что получилось? Пишем. Ощущение в стопах, в ногах, в пояснице. Тепло по ногам поднялось к пояснице. Ощущение, или я просто уже это представил, что тепло пошло прямо в почки. Ну, почему же? То есть, если вы там чувствуете тепло, то хорошо. Пошло покалывание в ступнях, в стопах тепло, в тазу появилось, приятная легкость. Ольга, попробуйте, вот сейчас вебинар, когда закончится, еще минут пять поделать, вот так. И посмотрите, как высоко поднимется тепло. То есть, оно не напряжено, то есть, его можно делать, оно физической формы не требует вообще. Понимаете? Так, гудит в области в почек, в стопах тепло, в тазу появилось приятное. Ну, это я уже повторил. Так, у кого еще что получилось? Только стопы потеплее, Алексей, значит, чуть подольше надо поделать. Понимаете, да? Вот теперь, третье упражнение, я его даже показывать не буду, я его просто объясню, почему, потому что, его нет смысла показывать. Сейчас, сделайте несколько шагов по комнате. Так, Валерий, когда показывали упражнение, от ком завис, я его не делал. Ну, не видел это, в записи посмотрят, ничего страшного. Вот сейчас, сделайте что? Сделайте несколько шагов по комнате, и когда будете ногу ставить на пол, вот поставили, вес перенесли на ногу, и пальцами так же надавите. И вот, когда идете, вот, вес переносим на ногу, и давим пальцами в пол. Вот так же, как мы при покачивании делали, вот теперь пальцами стопы давим на пол, при каждом шане. То есть, вот я на ногу наступил, вес перенес на нее, пальцами надавил на пол. Шаг сделал, эта нога у меня уже поднялась, Я ее расслабил. То есть, та нога, которая на земле, давит на землю, давит пальцами в пол. Та, которая поднялась для шага, она расслабляется. Вот так. Три-четыре шага просто сделайте, посмотрите. Как вы теперь, что происходит с вашей походкой и какие ощущения теперь в стопах. Наталья, икры должны напрягаться. Наклон вперед, стопы на внешней стороне. Да, напряжение будет. Но в данном случае, если вы не пытаетесь специальных напрячь, напряжение будет небольшим. Так, любовь, жарко стало, тепло шло до поясницы, но сильного жара там нет. Ну, а мило, ничего страшного. Вопрос в практике. Тем более, что мы, еще раз говорю, мы только вот эти зоны включили. Вот. Только эти зоны. Потому что для того, чтобы получить сильный жар в пояснице, в области малого таза, там другие упражнения. Это уже программа упражнений, это не одно упражнение. Ясно, да? Вот, пошагали. Три-четыре шага. Много прям не надо делать. Просто и сейчас понаблюдайте за тем, как вот ощущения продолжают развиваться, изменяться и так далее. Что со стопками происходит? Пишем. И вот это уже то, что вы можете прям завтра использовать. Потому что я так хожу постоянно. То есть, именно с давлением пальцев в пол. И это очень важно. Вот хороший пример. Ну, сейчас давайте подожду ваши комментарии. Что вы чувствуете в стопах. Что вы чувствуете в коленях, поясницах после вот такой ходьбы. Пишем. Вот так. Это, кстати, вот подход эти цигуновские. Вы видите, мы одно и то же движение начинаем делать немножко в разных ситуациях. Оно немножко по-разному начинает действовать. Начинает работать. И у вас появляются варианты. То есть, вы можете его сидя делать. Вы можете его стоя делать. Вы можете его во время ходьбы делать. И эффекты немножко разные будут, но эффекты всегда будут. Понимаете? За счет одного и того же движения. Без усилий. Без напряжения. Просто работаем. Шажок надавили. Шажок надавили. Итак, что получилось? А то такое ощущение, что вы ушли уже все куда-то вдаль от компьютера. Как понравилось упражнение. Очень понравилось. Тепло, но хрустят косточки в ступнях. Пускай хрустят. Ничего страшного с ним не происходит. Так. Стопы горят. Тело до колен. Почему стопы начали замерзать? Наталья, это говорит о том, что у вас бояться этого не нужно. Просто это говорит о том, что вы сейчас свободную энергию свою исчерпали. То есть, грубо говоря, у вас очень низкий тонус. И регулярно тренируюсь вот так. А знов вам просто говорит о том, что лишней энергии нет сейчас. Все. Мы ее больше в тепло пустить не можем. Но, если вы завтра так же сделаете, послезавтра, послепослезавтра и так далее. И регулярно так будете делать, количество энергии будет увеличиваться. Потому что организм просто понимает, что постоянно мы тратим энергию на прогрев стоп. Значит, ее нужно больше. И тогда вот так мы потихоньку разгоняем метаболизм наш. Ясно, да? В ногах тепло, как будто гудит. Тепло дошло до бедер. Хорошо. Тепло в пояснице. Первые шаги неустойчивы, потом более устойчивы. Мурашки по икроножным мышцам. Отлично. Сергей, так надо стараться ходить постоянно, а когда вспоминаю, стараюсь так ходить. Александр, вот плохо, что когда вспоминает. Вы должны переучиваться ходить. Вы уже сколько занимаетесь? Давненько. Вы должны стереотипы ходьбы изменить полностью. Вот остановайтесь цигон. Юлия, только после третьего упражнения пошло тепло. Ну, для первого раза, вы знаете, как бы у меня есть люди, которые, прозанимавшись первый раз полтора часа эффектно получают. Но я им всегда говорю, что позанимайтесь недельку-две. Потому что стопы бывают у людей очень сильно зажаты. Очень сильно. И пока они расслабятся, проходит время. То есть, есть человек, который не раз сделал, лапки сложил, и у меня не получается. Ну, да, у него и не получится никогда, потому что он все бросил. Если человек занимается хотя бы неделю, через неделю у него стопы начинают прогреваться. Через две в пояснице начинается жар. Через три по всему телу может провести тело. Ясно, да? Чтобы руки не мерзли, что надо делать? Можно работать с большим энергетическим кольцом, который входит в ту программу, которую я. Потому что мы сейчас что сделаем? Мы поработали только с одной точкой. Вообще мы энергию проводим по всему телу. Помните, да? Ирина, я хожу так неделю, спина меньше болит. Ну, вы помните, да, что вот эта ходьба, она у нас для чего? Для суставов, для позвоночника, для обмена веществ, для кровоснабжения. И в том числе, это способ защитить наши внутренние органы от переохлаждения. Вот у меня есть хорошая поговорка. Я не доверяю правительству, банкам и караганинской погоде. Ну, иногда добавлю цене на нефть. То есть, вот караганинская погода, это что-то совершенно непредсказуемое. И вот однажды была такая ситуация. То есть, я выехал по делам, жара 25 градусов, я в футболке, в легких джинсах, на машине все поехал. Вечером я дома возвращаюсь, снег идет. Вот я загоняю машину в гараж, и в этой футболке, в этих легких джинсах, в легких сандалетах фактически, мне нужно дойти до дома, там, в несколько километров. И я вот иду, и вот эти пальцы мне. Потому что я понимаю, что если я этого сейчас делать не буду, у меня почки отстегнутся к концу моего маршрута. Я домой захожу, с меня пар валит, у меня поясница горит, у меня ноги горят, все. Но, тем не менее, я там попил фитолизинку с разным случаем, но у меня ничего не было. То есть, никакого обострения, никаких проблем. То есть, вот эта ходьба, которая постоянно генерирует, закрывает. Так ходить надо без обуви дома только? Нет. Так ходить надо всегда и везде. И сами понимаете, что так невозможно ходить в обуви на высоких каблуках. И сразу готовьтесь. Вот эта ходьба физиологичная, это нормальная ходьба. То есть, эту ходьбу я использую для того, чтобы избавить людей от боли в суставах, от боли в позвоночнике и так далее и тому подобное. Потому что причина проблем с суставами, с позвоночником, она в том числе и в том, что мы ходим неправильно. И вот это усилие поджимания пальцев, это одно из четырех усилий, которые мы используем в правильной ходьбе. Одно из четырех. Но его нельзя выбросить. Соответственно, скажем так, когда мы таким образом ходим, вот мне, к сожалению, приходит, единственный недостаток такой ходьбы, это то, что приходится менять обувь раз в сезон. То есть, у меня обувь больше сезона не ходит, потому что пальцы через какое-то время становятся таким сильным, что они любую обувь, итальянскую, не итальянскую, модную, не модную, китайскую, не китайскую, они ее раздирают за сезон. Но тут, понимаете, то, что вы на обуви потратите, вы на здоровье сэкономите. То есть, это ходьба правильная, все остальное нет. Ясно, да? Пульсация в ногах, тепло пошло вверх, а пальцы стали холодными. Галина. Тоже это говорит о том, что вот низкий тонус у вас, низкий обмен веществ, энергии мало. Организм вам вот этим холодом показывает, что на сегодня хватит, пока перерыв. Завтра давай еще раз сделаем. Понятно, да? То есть, с каждым разом энергии будет становиться больше. То есть, у меня аж тоже не с первого раза, а сделать упражнение, у меня все тело стало горячим, и я теперь вот с плюс. Нет. Понадобилось время. Но время разумное. То есть, полгода-год, в принципе, достаточно для того, чтобы прогреть тело настолько, чтобы оно было постоянно теплое. Ясно, да? Понравилось упражнение? Кому понравилось, пишем. Ну, давайте там, поставьте десяточку в чат. Или по десятибалльной шкале, насколько вам понравилось. Оценить. То есть, вот мы сейчас поработали с точкой Юн Цюа, которая на стопе находится. То есть, при каких болезнях она используется? Это болезни почек, болезни горла, сердце, кстати. Головные боли связаны с этим. И шум в ушах, сердцевение и прочее. То есть, ну, точки Юн Цюань, да, вообще стопы, они отвечают, в том числе, за осанку. Поэтому, если у вас шум в ушах, головные боли и так далее, это может быть связано с позвоночником. И когда вы равняете стопы, выравниваете, правильно ходите и так далее, у вас позвоночник выравнивается в верхнюю часть. Ясно? Ну, за счет этого проходит. То есть, ну, как бы китайцы не связаны с меридианами, но эта связь есть, но она не всегда такая, вот прям очевидно, что это какой-то меридиан. Нет. Ясно, да? Сергей, я в восторге от вашей подачи материала, ваших упражнений, вашей заинтересованной системе, ваше внимание к нам. Всех вам благ. Наталья, и вам здоровья. Самое главное, чтобы результат был. Вот эта точка у нас используем, то есть, это как бы база. С нее мы начинаем всегда. Потом, да, мы вот ту энергию, которую мы сгенерировали в этих точках, мы ее перенаправляем по телу. То есть, дальше мы ее направляем в точку мин-мэнь. Мин-мэнь – это все болезни внутреннего, ой, малого таза. То есть, аннекситы, циститы, уретриты, простатиты, геморрой и так далее, и тому подобное. То есть, все, что там может воспалиться, все, что там может в гипотонусе быть, вот эту энергию мы используем для того, чтобы все это подтянуть, прогреть, победить воспаление и так далее. Вальгусное искривление не помешает упражнению. Вот как раз, если у вас вальгусное искривление, вам эти упражнения нужны как воздух. Почему? Потому что вальгусная деформация – это следствие неправильной ходьбы и стояния. Как раз мы, когда вот таким образом переучивался правильно ходить, ну, не одним вот этим усилием, да, там, еще раз говорю, их четыре усилия в правильной ходьбе. Мы одно только разобрали. То мы снимаем нагрузку вот с этой несчастной косточки, с этой несчастной деформации. Понятно, да, и даем этому суставу отдохнуть. То есть, вы, когда научитесь правильно ходить, вы будете стоять и ходить так, что вот эта нагрузка, которая вызвала эту альгусную деформацию, ее просто не будет. Ясно, да? Если не имеет левая нога чуть выше колена, иногда колет иголки. А чего может такое быть? Это больше всего похоже, Юлия, на проблемы с пояснично-крестцовым отделом позвоночника и с ущемлением, с давлением седалищного нерва. Просто это не так далеко зашло. Это, ну, как бы не вызывает боль, но вызывает все равно. То есть, следующий этап у нас идет, что? Ну, как бы я опустил много точек. То есть, мы работаем с точками долголетия сразу же. Потому что из точки Юн Цианя мы поднимаем тепло по ногам. В ногах у нас есть точки Дзу Сань Ли, да, которые отвечают за стимуляцию обмена веществ и иммунитета в целом. То есть, обязательно через них проводим. И вот так вот этот поток мы начинаем проводить через биологически активные точки для того, чтобы получить нужный поздоровительный эффект. Ясно, да? И все это вот у нас большой энергетический пакет, большой энергопакет, который включает в себя 4 курса. Это для тех, кто только начинает работать с Эки Цигон. Для тех, кто по первой и третьей ступени уже занимается, вы можете там отдельно заказать малое и большое энергетическое кольцо. Кстати, Ольга, вы можете вот как раз таки начать заняться, заниматься в онлайн группе, да, и дозаказать вот этот малый пакет, да? То есть, вот это. И параллельно осваивать вместе с упражнением. И, кстати, можете в чате со мной пообщаться на эту тему. Потому что на тему, ну, как бы с энергией мы не так часто, да, я выступаю по практикам работы именно с внутренней энергией. В основном все-таки спина, суставы, спина, суставы, спина, суставы. Вот так, да, выступления, вопросы и так далее. Как бы иногда начинаешь вставать. А вот тут по теме, как бы, работы с внутренней энергией, почему нет? С удовольствием. Не имеют пальцы на левой руке во время сна. Почему? Потому что у вас шея кривая, Алексей. Нужно ровнять позвоночник. Я даже скажу, где она кривая. Вот где-то вот здесь. Нужно выравнивать позвоночник. Вот как раз начинать работать по программе. Потому что у меня работа с позвоночником, это то, что встроено в программу по умолчанию. Хорошо. Проходите по ссылочке. Вот отзывы. Ну, тут в основном, спина, суставы. Потому что чаще всего ко мне обращаются именно с этими проблемами. И вот эту тему, ну, я как бы настоял, чтобы в октябре поставили именно пилонефриты, женские болезни и прочее. Почему? Потому что, ну, вот сейчас начинается. Обострение, там, рецидивы и прочее. И так далее. И не все у нас ограничивается одним остеохондрозом и артрозами. Поэтому я стараюсь, чтобы как можно больше людей о практике, о том, как ее можно использовать. В этих случаях узнала и начала использовать это. Вопросы? Я все, что хотел сказать, сказал. Я надеюсь, вы уже прошли по ссылочке, посмотрели на курсы, да, то есть, и уже кто-то оформил заказ и начнет заниматься. Не забывайте, если вы заказ оформили, то пишите номер заказа и просите подключить вас к скайп-чату. В скайп-чате я общаюсь со своими учениками. И все вопросы, то есть, если у вас какие-то диагнозы есть, сомнения какие-то пишем, я на них отвечаю. Раз в сутки я выхожу и на все вопросы отвечаю. То есть, эта программа рассчитана на самостоятельное изучение. То есть, каждый курс это что, электронная книга плюс видеофильм. Начинаем всегда с электронной книги, потому что многие там фильм открыли, такие, о, посмотрели упражнение, читать надо. Читайте книгу. Книгу прочитали, после этого видео пойдет как по маслу. Потому что, как бы, все понятно, все разжевано. И самое главное, не нарушайте последовательность упражнений. Это важно, да? Чувствую частое напряжение во всех мышцах. Какие способы расслабления порекомендуете? Лариса, если вы чувствуете постоянное напряжение в мышцах или частое напряжение в мышцах, надо убирать напряжение, надо убирать его причину. Понимаете? Потому что, ну, грубо говоря, попытка убрать следствие, это, ну, это тупик. То есть, это все равно, что у вас голова болит, вы пьете таблетку от головной боли, да, там, обезболиваешь. Вы не знаете, из-за чего у вас голова болит, но вот таблетку вам легче стало. И вот так оно продолжается. Чем это закончится? Это закончится проблемой каким-то серьезным, да? Почему? Потому что вы не знаете, из-за чего это. Напряжение, хроническое мышечное напряжение, я уже говорю, первая причина, это что? Это у нас перекосы, да? Кривая спина, кривой позвоночник. И следующие из него хронические мышечные зажимы, на которые уже накладываются что? Психогенные факторы. Когда тело понимает, что если раз уж и все равно все мышцы напряжены, проще психическое напряжение сбрасывать через напряжение этих мышц. Это очень вредно для здоровья. Соответственно, когда мы выправляем спину, выправляем осанку, учимся правильно стоять и ходить, промываем постоянно мышцы вот этой волной энергии, тело у нас расслаблено, тогда как бы мы становимся более естественными, более подвижными и расслабленными. Ясно, да? Программа, она рассчитана на что? То есть, вот первая, Айки Цигун 1, первый комплекс, который работает с спиной, он 10 минут делается. 10-15 минут, если у вас все в порядке с подвижностью. Потом идет столбовое стояние. Оно делается в среднем около максимум 15 минут. То есть, вы получается где-то 25-30-40 минут потратите. А вот остальные два энергетического комплекса, они делаются во время второго комплекса. То есть, они внутреннего запакованы. Понимаете? То есть, сначала вы изучаете Айки Цигун 1, ну, у вас найдет, уйдет там неделя, да, комплекс освоить. Потом вы изучаете Айки Цигун 3, еще где-то неделя уйдет. Потом, с этого момента у вас количество времени на тренировку перестает увеличиться. Потому что, когда вы добавляете энергетическую практику, она внедряется в Айки Цигун 3. Ясно, да? То есть, день вы будете тратить 30-40 минут на тренировку, причем заниматься можно через день. Однако, сейчас, пока холодно, ну, я рекомендую хотя бы прогревающие упражнения хотя бы раз в день делать. Вообще, как я уже говорю, я эти упражнения разрабатывал для себя, в первую очередь. И рассчитывал на то, что я ими буду заниматься, пока я молод, в зрелом возрасте и в пожилом возрасте. И я понимаю, что если тренировка занимает час или полтора, человек не будет ее делать каждый день. Никакой. И я, в первую очередь, так делать не буду. А если она занимает 30 минут, то даже такой лентяй и раздолбай, как я, может заниматься каждый день. Что я и делаю. И вам советую. Понятно, да? Хорошо. Тогда проходим по ссылочке, оформляем заказ, начинаем заниматься, не забываем подключаться к скайп-чату. А сейчас, если вопросов нет, то у меня все. Пишите, что понравилось, что не понравилось. Я постараюсь учесть. Важно, что не сдавайтесь никогда. Отлично. Спасибо за вашу обратную связь. Тогда на сегодня все. Любите себя, занимайтесь собой, находите вот эти 30 минут в день на себя, и вы поймете, что вы запоете буквально. То есть, жизнь начнет меняться, вы начнете меняться. Ощущения ваши начнут меняться. Только в том случае, если вы восстановите нормальный контакт со своим телом, научитесь работать с ним правильно. Ну, с помощью я кицыгун, надеюсь. Поэтому занимайтесь собой, занимайтесь кицыгун и будьте здоровы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!